На шестом заседании Национального совета общественного доверия с участием президента страны приняла участие активистка из Карагандинского региона Лизат Кажахмет. Ее предложения были поддержаны участниками мероприятия. Подробнее расскажет Айшау Сембекова. На заседании были обсуждены вопросы хода реализации ранее данных в рамках Национального совета по ручению президента, а также рассмотрены предложения членов совета по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития. Заседание прошло в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов. Одним из активных членов из Карагандинского региона является главный редактор газеты Караганда Хабары, журналист и многодетная мать Лизат Кажахмет. Президент отметил, что в последний год 2002 миллиона справок выдал ЦОН, ненужных. Если можно было вот эту базу интегрировало, они бы увидели, вот центр занятости увидел бы, кто получает пособие, и выдали вот эту справку. Нет, туда-сюда отправляют мамочек, и вот эти справки можно получить по ЕГОВ. Об этом не говорят, и я этот вопрос поднимал перед министром труда. Также она подняла еще один остро стоящий для многих граждан вопрос. Когда устраиваешься на работу, поступаешь в учебное заведение или получаешь водительские права, часто требует справку из наркологии и психдиспансера, подтверждающая, что вы не состоите там на учете. Такой документ можно получить в электронном портале ЕГОВ бесплатно и за считанные минуты. Однако ее не принимают в организациях. Приходится отстаивать огромную очередь в диспансерах и платить за справку около 5000 тенге. И куда поступают эти деньги, никто не знает. Министр здравоохранения Алексей Цой был весьма удивлен, услышав об этом. Хотя подобная практика происходит и в Нур-Султане. Есть такая справка, которая подтверждает, что мамочки – это матодиночки. Форма 0,4. Это выдают только в ЦОНе. И это выдаёт ЗАГС, и эти справки продают по 800 тенге, оплачивает комиссия по 1000 тенге. Каждому ребенку мамочки получают по 1000 тенге. Если у матодиночки 5 детей, она 5000 оплачивает. Я вот понимала перед президентом вопрос, почему госорган продает справку такого характера, если у нее есть такой статус, матодиночка, давай вот это, или можно было бы получить, вытащить это из электронного портала ЕГОВ, да? На этом зарабатывают госорганы. Высказанное Лязатко Жахмет предложение по улучшению предоставления государственных услуг и полного перехода формат цифровизации был полностью поддержан на шестом заседании Национального совета общественного доверия. На базе этого президент поднял вопрос интеграции между собой электронных баз Министерства труда, здравоохранения и образования. Айша Усимбекова, Шалкар Алтенбеков, Николай Шевелев, 5 канал.